всем привет короче вы на канале типа автогараж там все дела и сегодня мы будем красить гелентуаз наш сейчас мы уже его болгарочка на улице пыльнули сильный ветер бах все вымыли сейчас он обсохнет весь просохли и мы короче его загрунтуем протрем его растворителями всякими обезжиривателями загрунтуем что там еще то сделаем антиржавчины там нас есть немножко прыснем ну короче нальем жижки всякой интересной и когда уже окончательно загрунтуется высохнет грунт мы его бомбанем и супер баллончик вот так мы подготовили гаражик брались всю водичку смочили главное чтоб пыль не попала на кузов а иначе работа не будет клеиться так-то все в принципе ждем пока высохнет сейчас здесь все еще раз водичкой вперед залепим его всякой херня газеты бумаги какие-то залепим и огонь будет гелентуаз пойдет в покраску привет народ мы грунтуем гелентуаз вот она можете посмотреть короче используем купили грунтовку рублей на 500 стоит 1 килограмм в магазине тем 103 по 650 купили вот такие херовины и инструментом фубак обзор на который был раньше но короче грунтуем гелентуаз разбавляется этот грунт обычным бензином грунтуется несколько слоев и потом значит дело зачищается как короче проветруем ребят и растапливаем печь короче сейчас покажу вам что получилось санек посмеялся я вообще охуел вот вы уже видите это пиздец что был заявлено блять и что получилось на машине это пиздец мы даже попробовали на баллоне покрасить аренку это ярко то есть многие вот на стене еще более мельницы многие скажут надо был темным грунтом бомбить ну хрен знает вот на светлому на светлому вообще нормально такой цвет хорошен это прям тошнотно яркий цвет блять пиздец я охренел просто завтра едем за молотковой эмалью блять и ебанем молотковой попробуем в общем ситуации следующие покрыли грунтом и попробую покрасить краска на нас не устроил и цвет ярко тошнотный коричневый у нас поносный конкретно поносный и теперь спустя сутки выяснилось что зря мы покупали вот эту херню для смывки краски смывка гель из-за нее так как мы не везде усмотрели грунт не высох не досох такой смазливый галина скучивается нужно сейчас зачищать все фензенов везде по борту вообще целая целая история сырой грунт вот эта полоска и на нее уже не пойдет ничего накладывать сто процентов я вам как не маляр говорит попробуем все зачистить так в принципе нормально до хера дефект заводской слой краски очень хорошие оказывается получил сребристое сейчас мы купили молотковую эмаль стоит 500 рублей молотковая эмаль вот такая грунт эмаль по ржавчине молотковая фирмы дали баночки на 12 квадратов сейчас нанесем наносится под плюс 8 градусов срок службы у нее идет семь лет на открытой поверхности поэтому нас она устроит наносится можно на ржавчину но мы уже загрунтовали 0,75 литра здесь на 9 квадратов ничем разбавлять не надо наносить прям сверху как есть сейчас попробуем мы не спят и это она покупайте не пожалеете посмотреть что получается посмотрите насколько глубокий цвет плюс скрыты все неровности кузова из мелкие такие вот царапины все и блин цвет мне кажется более чем крутой зеленый смотрите да офигительно сейчас мы нанесем банку посмотрим насколько и хватит более не очень классно по мне так получилось за 600 рублей вот такое средство для покраски ваза можно красить два слоя в общем невероятно будем красить еще купим черный поедем и покрасим черным полуазика будет зеленый полуазика будет черным в общем-то я очень рад что я сразу не купил не знаю зачем мыть баллончик купил за 1000 рублей в общем-то продолжаем красить друзья у меня хорошие новости она пуликом наносится вообще великолепно ложится вай-вай-вай-вай как красиво вообще дефектов никаких не видно кузова практически мелких охрененно это просто находка просто находка на крыльях тренируюсь это просто офигительно сейчас справа вот эту бочину сейчас всю докрасим посмотрим что будет вообще так ну что друзья мои покрасили мы с пулика хуйта получилась пулика вот молотковый эффект ярко выраженный надо еще несколько раз нагибаешь вот в этом месте есть молотковый эффект а так заебеньем неплохо 600 рублей выплюнули в пулек нахуй за 20 минут ну что-то нихуя кисточка наверно отъебашит и ночника крыло мне еще нравится как покрашено это что-то по-моему мальца вообще плеснуло это хуйня на крыле нихуя особо не видно этих моих затертостях ага дальше видно па 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 в общем то покрасили все где-то молотковый эффект проявился капот вообще очень хорошо проявил свой эффект двери черный цвет в общем то он такой-то не черный слегка черный не хватило на крышу мы выкинули все таки это крышу без труда также молотковый эффект не проявился вот на боковинах хера не получилось завтра купим еще паночку красочки боковины все залепили по тенту нам что-то обещали может что прояснится по тенту завтра зеркала бампера все покрасили под запаску все покрасили особо проблем нет так день следующий все мы никак в жопе шил у нас не покрасим этот вазик черный отлично положился капот вообще великолепно боковинки немного краска потекла правда не важно теперь мы черный отсекаем сейчас купили зеленый сейчас покрасим левые и правые бока и внутрянку купили сразу два килограмма два литра на 24 квадрата хватит 24 квадрата чтобы понимали это большой зал пол и потолок вот эта площадь в общем разбавляем краску все запылили вазик блеск такого не получилось что-то он еще более матовый такой стал косички все видно надо было жирно лить с первого раза мы охранулись короче ничего не сделаешь вот сейчас внутри будем заливать полы этой краской не будем ничем больше мазать только молотковой эмалью обработаем и положим ковры короче двери также обработаем и положим ковры все сделано салон покрашен за мастичное днище вот все покрасили красота получилась немоверно пускай сохнет где-то на течении я думаю там написано 20 суток что ли все это встаю пускай встаю от начала вырвет уже от этой краски вот он гелентуас запомните вот таким Продолжение следует...